Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Что такое Орхидея и с чем его едят? Купили Орхидею? Нет, такую мы не купили. Может, такую купили? Нет, она должна быть в пластиковом пакете. Да, купили в вот таком пластиковом пакете. Нет, мне не нравится этот цвет. Давайте вернем тот обратно. Да, вот так лучше. Биг Лип. Беленький, темненький, розовенький. Как я люблю. Розовенький не люблю, но он хорошенький. Итак, что такое Орхидея и с чем его едят? Купили вот эту экзотику, принесли себе домой или получили в подарок. Что нужно знать и что надо делать? Орхидея отличается от других комнатных растений, начиная с тем, что она в таком не в красивом пластиковом горшке, где просвечиваются корни, там много непонятного. Если это производство компании GMP, то там всегда можно посмотреть. Называние, как вы помните, у меня камера селфи и все зеркалится. Тут есть дата, когда Орхидея была посажена в этот горшок. В моем случае это 22 августа, 19 год. Сейчас 20 августа, 20 год получается. Орхидея уже год, как Орхидея тут сидит. А если это какой-то экзотический сорт, у которого нет имени, или он еще не зарегистрирован, у него будет код. То, что получается в моем случае, тут что-то непонятное. Так вот, получили Орхидею или купили, и не знаем, что надо делать. Во-первых, ставим комнату, где очень много света, но нет прямых солнечных лучей, потому что прямые солнечные лучи обязательно обожгут вашу Орхидею. Это некрасиво. У меня был случай всплывающей подсказки. Можете посмотреть, чем чревато прямые солнечные лучи солнцем. Так, с местом решили. Нужно очень светлое место, но не солнечное. Второе, что нужно знать, как поливать это чудо. По поводу полива, опять есть отдельное видео. По поливу в обычной жизни способов два. Про них есть отдельное видео. Видео можно посмотреть в описаниях видео. Обязательно оставлю ссылку на видео. А просто в двух словах, просто смотрим на корни. В случае, если корешки зеленые, что в данном случае Орхидею поливать не надо. Я могу показать другую Орхидею, где корешки уже... Нет, да. Корешки уже серебристые. Значит, эту Орхидею нужно поливать. Ну, допустим, нужно посмотреть на эти корешки, потому что тут у меня они покрыты мхом. Это уже другой вопрос. Вот. Мы уже знаем, что такое Орхидея, как ее поливать, куда нужно ставить. Орхидея это эпофитное, эпофитное растение. Она живет на деревьях. Это не паразит. Она не питается, не берет от дерева ничего. Она просто живет на дереве и питается от влаги, которая в воздухе живет. Она в основном в тропиках. Ну, то есть, мы говорим про сорт Фаленопсис. Как удобрение для него служат вот сгнившие листья деревьев, которые падают на корни и остаются между корней. И они со временем гнют. И из них получается неплохое удобрение для Орхидеи. За Орхидеей легко ухаживать. Нужно просто учесть. Орхидея не любит, когда ее дергают. То есть, не трогаем Орхидею. Принесли домой, посмотрели. Есть проблемы, нет проблемы. Как купить Орхидею, да? Как решить, Орхидея здоровая или нет? Мы сейчас об этом тоже поговорим. Но, когда мы принесли Орхидею домой, нужно смотреть глазами. Я всегда это выражение говорю. То есть, мы решили, что ставить, скажем, будем его вот тут. Все, она там должна стоять. Трогаем только тогда, когда время полива. Просто прошли мимо, и давай я посмотрю ее. Взяли, посмотрели, потрогали. Орхидея не любит. Поверьте мне. Она будет плохо расти. И всем своим гостям тоже говорим Орхидею. Смотрим глазами, а не руками. Как нужно решить, хорошая ли Орхидея? Листочки вверх, это еще ничего не значит. Почему? Потому что, кроме того, что Орхидея растет в этом горшке, в теплице, для него есть еще второй, как кашпо, горшок. Он выше, чем вот этот. И у него перегородка. Вот досюда, наверное. Ну, в разных случаях разная. И получается, она заставляет Орхидею расти листьями вверх. И для транспортировки это очень удобно. Ее ставят вот такой компактный целлофан. И все, и листья не ломают, и хорошо они транспортируются. А когда они живут у вас дома, эти листочки так прямо расти не будут. Как вы уже могли заметить, вот, пожалуйста, это Орхидея, которая была приобретена где-то год назад. Вы замечаете, да, разницу? Вот листочки новоприобретенной Орхидеи, и вот листочки Орхидеи, которые у меня где-то уже в год. С листочками разобрались. Они должны быть зеленого или темного оттенка. То есть, получается, если у Орхидеи, кроме зеленоватости еще вот, есть бордовая окантовка, как вот тут, есть краб, вот как тут. Это не болезнь, а это специфический цвет Орхидеи. Орхидеи. Это пигментация, которая внутри Орхидеи. Вот тут, вот, видите, это проблема, ну, сильно обращать на него внимание не надо. Главное, нужно знать, что вот эту трогать просто нельзя. Она должна вот так оставаться. Это грибковое образование. Могу вот показать получше, как будто что-то прикреплено. Но главное, помните, ее не оттираем, не трогаем, пускай она там стоит, она никому не мешает. Смотрим на ствол Орхидеи. Это будет потруднее показать. Вот. Че-то. Вот. Ствол должен тоже быть зелененьким. Ничего черного там не должно быть. Тут хорошо, тут хорошо виден то, что я рассказывал только что. Видите, вот тут зеленое, а вот тут бордовое. Это не черное, это бордовое. Ее легко отличить. Это понятие то, что это пигментация, это не болезнь. Вот. С корнями смотрим, чтобы корни были зеленые или серебристые, если Орхидея не политая. Вот тут можно заметить крышок не зеленый, не серебристый, то есть не белый, и что-то непонятное. Это очень хорошо. Давайте я сейчас покажу еще. вот тут там даже есть несколько. Ну, конечно, сейчас покажу. Вот. Вот он, он не серебристый, не зеленый. Вот он. Это растущие крышки. У растущего крышка конец более острый, и он другого цвета. Политый, не политый, без разницы, он всегда будет другого цвета. В основном он зеленый, или иногда в таких случаях он может быть розово-бордовый. То есть цвет отличается от крышка. То есть других критерий никаких нету. Если где-то сломан листочек, есть какие-то пятна, да, там нужно понять, от чего произошли эти пятна, но в основном эти пятна из-за транспортировки. То есть они пятна появляются во время транспортировки, так как орхидею транспортируют в коробках в горизонтальном положении. И механические повреждения всегда бывают. Так что обращать на это внимание не стоит. Нужно просто понять, что в следующий раз орхидея у вас защитит более пишно и более красивее. Пишнее и красивее. Как за ним поухаживать, если честно. Вот. Выбрали орхидею других начально, прям сильных критерий нету. Купили, получили в подарок, принесли домой, поставили на место и не трогаем. Если хотите что-то поэкспериментировать, то пожалуйста пробуйте, делайте что хотите. Всегда интересно поэкспериментировать над растением, попробовать что-то новое, увидели видео, попробовать будет ли это работать, но всегда нужно задуматься перед тем, как что-то сделать, потому что растение может испортиться. Эксперименты это хорошо, но череда тем, что у вас может испортиться орхидея. Поэтому подумайте дважды, трижды, потом только делайте, экспериментируйте что-то. даже если по поводу эксперимента есть очень много положительных отзывов. Все равно перед тем, как попробовать, подумайте, вам не жалко вот это растение, вот орхидея биклип, темно-розово-белое, мне нравится. В общем, решили, поставили на место. Бутоны может не открыться до конца, это прям нормальное явление, вот тут у меня, вот тут у меня бутоны, вот тут у меня, ну, не у меня, а у орхидеи. Но, конечно, как я уже сказала, бутоны могут не открыться. Почему? Потому что орхидея не любит стресс, а орхидея пришла и с другой стороны. А сейчас коронавирус, знаете ли, эта шутка, коронавирус не имеет никакого значения. Орхидея экспортирована и с другой стороны. Коробки в темном, минимум в день он точно там находится, и еще не знаю, непонятно, сколько он находился в коробке на складе у поставщика, потом у покупателя, потом она перешла к вам, то есть сколько там поменялось температура, атмосферное давление, пока все это менялось, она находилась в коробке, в целлофанном пакете, там влага была высокая, очень вероятен риск появления грибковых заболеваний, то есть очень-очень-очень много стресса, которое может появлять, повлиять на то, чтобы бутоны не открылись, и ведь от цветочки опали очень быстро, то есть месяц постоял, и вот голенькие цвета, но что нам делать, у нас портится орхидея. Орхидея не портится, орхидея стрессует, можно употреблять много препаратов, которые помогают от стресса, там лентарная кислота, корневин, еще эпинэкстра, циркон можно употреблять, этих препаратов, которые активаторы роста, антистресс очень много, можно поинтересоваться, прочитать опять отзывы, потом использовать. Они легко доступны, недорогие, то есть всегда можно подстраховаться, купили новую орхидея лентарную кислотой, янтарной кислотой подлили. Далее эпинэкстра, да, я понимаю, цветущую орхидею не удобряют, но это тот случай, когда орхидею нужно сделать так, чтобы орхидея не стрессовала. В этом случае можно использовать янтарную кислоту, янтарную кислоту можно употреблять всегда, то есть в цвету орхидея или не в цвету, это ни на что не влияет. Главное, по моему опыту, что я могу сказать, не пересаживайте новопокупные орхидеи и не ставьте орхидею в непрозрачный пластиковый или керамический горшок. Если горшок из глины, пожалуйста, можете его туда посадить. Глина пористая и орхидея дышит. Но пластиковые горшки непрозрачные убьют вашу орхидею. 80-85% случаев орхидеи, которые были пересажены в непрозрачный горшок, они погибают. Очень мало случаев, когда они выживают. И они выживают за счет воздушных корешков. В моем случае вот один и он сломанный, вот один и он уже сохнет. Дома эти воздушные корешки вырастут, но если она будет в прозрачном горшке. Если орхидея в непрозрачном горшке и без воздушных корешков, то вот где-то сто процентов могу сказать, что орхидея испортится. Или она должна быть такая супер прям сильная, чтобы выжить. Поэтому задумайтесь дважды-трижды перед тем, как посадить орхидею в темный горшок. Потом сами жаловаться будете. Орхидея будет портиться долго. То есть вы пересадили орхидею и она может очень прям классно расти. Но помните, пройдет год или два она испортится. Она высосает весь сок, все питательные вещества из корешков, а у вас будет не прозрачный горшок, и этого не увидите. Все это она переродится в новый листочек, может цветочек, может что-то еще, да, она, то есть может выдаст даже детку, но в горшке все будет испорчено. И так как у вас непрозрачный горшок, вы ничего не заметите. Она будет медленно умирать, а вы смотрите она в цвету. Вот почему нужен прозрачный горшок. Во-первых, прозрачный горшок, потому что перешки орхидеи делают фотосинтез, то есть они тоже как и листочки занимаются делом, не просто так растут. И во-вторых, помните, орхидея растет на деревьях, то есть у него горшки всегда видят свет. Вот почему горшок прозрачный. И вот почему там не обычная земля, а это специальный грунт, кора сосны. Почему кора сосны? Потому что там все те нужные вещества, то есть в составе коры, то есть она пропитана всем теми веществиями, которые способствуют росту бактериальной среды, в котором привычные всего расти орхидеи. Вот и почему сосновая кора и не подходит другая кора. Ее нужно обрабатывать, если вы сами собрали эту кору, там нужно порезать на мелкие кусочки, нужно варить, потом сушить, потом снова варить, потом нужны какие-то инсектициды, всякие препараты от возможных заболеваний, которые могут уже находиться в коре, поэтому всегда лучше приобретать уже готовый грунт. вот и все что я хотел сказать и вы уже знаете что такое орхидея и с чем его едят. Спасибо что были со мной, если остались вопросы пишем под видео, отвечу с удовольствием. Пока пока.